Что такое? Десять отечественное число людей. Этот пример настолько понятный, что всё предыдущее станет как-то более уляжиться в половине. Ребята, если думают, что сейчас, что называется, плохо, это не потому, что вы плохие, а потому, что к таким вещам надо привыкать. Причём привыкать за пять минут, это реально. Серьёзная, что это замечательная математика. Я забываю, что вообще-то расстанула какую-то теорию и ставлю наивную детскую задачу. Ноль, ноль, в общем, влево, бесконечная влево запись. Ноль, ноль, ноль и так далее. Поэтические численности, на самом деле, вправо. Но сейчас я пытаюсь подражать, что называется, в обычной школе, и поэтому буду писать именно бесконечные влево. Итак, представьте себе, что мы умножаем их в столбик. Как вы считаете, что получится? Ряды из дулей. Вообще-то более. Получится ряды из дулей, бесконечным количеством, в которых сложно стало одной, правда? Да. Отлично. А что будет, если мы здесь ставим единицу? Единицу. Единицу. Будет единица. Ну, то есть будет много-много таких нулей, и не будет единица. Теперь представьте себе, что есть две задачи. Одна. Эти точками я обозначаю единица для целей. Здесь должны стоять те же самые цели. Должен быть написан настоящий пример на умножение. Так, ребята, я не буду писать только последние четыре цифры, каждый раз пишу. То же самое и с шестёркой. Вот эти три цифры я дал мне такие, как эти цифры. Это совсем простая задача, но она очень объясняет все, что требуем до этого. Действительная система? Да, конечно. Самая-самая обычная физичная система. Это просто обычный пример. Влад же, классно, вполне надо. Здесь. Ну, давайте. Есть четырёхзначное число, кончающееся цифрой 5. Сумейте сделать, чтобы его квадрат кончался на те же самые цифры, что самое число. То есть, есть комплектив АВС 5. Умножаем на АВС 5. И в результате должен получиться свой длинный длинный чисной, потом АВС 5. Мне необязательно все эти цифры. Мне же процесс интереснее результат, ребята. Когда берёте число, кончающееся на 5, мы знаем, что такое. Это некоторое число вида диссидент плюс 5, правда? 10Н плюс 5. Ну, отлично. Подводим в квадрат. Это же будет 100Н квадрат плюс 100Н плюс 25. То есть, что вы делаете, но когда число, кончающееся на 5 в квадрат, то обязательно здесь будет только одну цифру вы нашли. А ещё? Ну, давайте напишем противец цифру. 5 в квадрат 25, здесь переносит единицу. 2 на 5 на, переносит единицу. 25. 25. Поставим здесь как число y. Ну, не число, а цифру. Цифру. Итак, y2,5, y2,5. Коль, вообще-то ты умеешь писать формулу. Что такое число вида y2,5? Это 100y плюс 25, правда? Пиши. 100y плюс 25 в скобочках в квадрате сравнимо с числом 100y плюс 25. По какому модулю? Что такое последние три цифры? По модулю 1000, конечно. Теперь надо возводить в квадрат, но при этом делящиеся на 1000 сразу отбрасывать. То есть 100y в квадрате можно не писать. Можно отбросить 100y здесь будет. А, кстати, когда умножаешь 100y на 25 и на 2, получается 5000. Это тоже можно отбросить. Получится 625 сравнимо с числом 100y. 100y плюс 25. То есть y сегодня писать 6? Нет, все-таки 100y это 600. Соответственно, если на 100 поделишь, получится, что y это 6 уже по модулю 10. Отлично. Отлично. Ребята, вообще-то это великое дело. Мы с вами нашли цифру 6. Надо написать какую-то цифру z. Внизу надо тоже написать шестерку. Если я не знал формулы, то я, конечно, эти вещи писал бы. Но так-то зачем? Смотрите, в чем здесь дело. Когда мы возводим в квадрат число 625, то мы знаем, что будет кончаться на 625. Поэтому сейчас надо написать сравнение. Ребята, мне сейчас интересно не вычисление, не какая-то именно цифра получится. А мне важно, чтобы вы поняли, как это работает. Итак, пиши, пожалуйста, 1000z плюс 625, все это в квадрате, сравнимо с каким числом? С 1000z плюс 625. Совершенно верно. Сравнимо с числом 1000z плюс 625 уже не по модулю 1000, а по следующему модулю. Какой там следующий модуль? 10 в четвертый. Правда? 10 000. Ну, господа, давайте. 1000z в квадрате – это… Делится. 1000 умножить на 625 тоже делится. Поэтому, на самом деле, остается… А? Остается 625 в квадрате. Остается 625 в квадрате. Что я делаю? 390 625. Пиши. 390 625. 390 625. Сравнимо с 1000z. Ну, по модулю 10 четвертый. Вычитаем 625 из обеих частей. Остается… 390 000. 390 000 – это 1000z. То есть 390 сменим z по модулю 10. 10. Значит, z – это 0. Так. z – это 0. Так. Давайте, Коль, на доске, там, где z, напиши, пожалуйста, 0. 0. И все-таки найдем еще одну цифру. Хорошо? Напиши сюда 0. Да. И поставь какую-нибудь… Да, да, да. Стирай все слева. Это все уже неинтересно. И там какая-то цифра t, да. Ну, и там внизу тоже. Вместо z надо написать 0, а рядышком написать цифру t. Так. Отлично. Перейди на правую доску и сумей написать следующий райис. Оно будет очень похоже на предыдущее. Что там у нас будет? Что? 10 в 4 умножить на t. Да. Плюс 625 в квадрате. Сравнимо с 10 в 4 умножить на t. Плюс 625 по модулю 10 в 5. Ну, по-моему, все очевидно. 10 в 4… Остается опять 625. Да, 625 в квадрате остается. Уже не надо просить, потому что мы уже помним, да? Да. Да. Да, да, да. 10 в 4 т плюс 625 по модулю 10 в 5. Отлично. 625 убираем, на 10 в 4 делим. Остается 39, сравнимо с t. По модулю 10. Уже модуль в 10 в 4 раз стал меньше. По модулю 10. Значит, t – это что? Т – это 9. 9. Отлично. Да, да, да. Ты на доске напиши. Там вместо t – 9. Ну, ребят, можно дальше не будем продолжать. Мне кажется, что это абсолютно все понимают. Припишем сравнение. И все время по большему и большему модулю. Степень числа 10 возрастает. То есть, когда вы смотрите на степень десятки, то у вас возникают те самые 10 однические числа. Сейчас мы обсудим, почему на самом деле науки о 10 однических числах нет. Вот 2 однические числа почему-то нужны. 5 однические числа нужны. А 10 однические числа почему-то на самом деле у них нет. Ну, сейчас начинаем. Если ты имеешь в виду 36, то это минус 30, а минус 30 – 70. Минус 30 – 70, да. По модулю 100. По модулю 100. То есть 11z. А, кстати, 1 можно писать, а не слушать z. Потому что по модулю 10. z. Не надо 1z. z. z – это 7. По модулю 10. Здорово. Всё, стираете там z, пишете вместо него семёкку, то пойдёт. Можете? 100t плюс 76. Работаем. 100t плюс 76. 100t плюс 76, да-да-да. В квадрате. Раньше был модуль 100. Следующая цифра, значит, модуль 1000. Да. Квадрат возводим. 10 тысяч делится, поэтому неинтересно. 76 в квадрате, опять тысячу по 76. Вот, отлично. Итак, давайте разбираться по модулю 1000. 100 в квадрате можно не писать, правда? Да. Отлично. Вот и зачеркнули. Прямо зачеркнули. Стоп, да. Да. Дальше надо всё-таки победить. 76 умножить на 2 умножить на 100. Сколько будет? 152 умножить на 100. Отлично. 152 умножить на 100. Пишем. 15200t. Плюс? Да. 576. 576. 576. Теперь обратите внимание, почему у вас так плохо стало. Потому что, посмотрите, молодой человек, это важно. 5676. Потому что вы пишите цифры так, чтобы они все совпали. Ребята, главное свойство цифр нет. Пожалуйста, напишите их, чтобы они отличались от контроля. Это 5676. Давайте учиться. Сейчас, ребята, это уровень. 5776. Да. Переговорились в третий раз. Заметьте, откуда возникает вот это стремление, чтобы все цифры были одинаковые. Это замечательно. А я напишу, что все цифры одинаковые. Пусть попробуют проверить и не поставить не пять. Пусть докажут, что это была семерка, а не единица. Да. То есть ради, что называется оценок, человек начинает так писать, а после этого выясняется, что он из двое. Чувствую, что они должны отобрать именно эту точку. Дженни, я бы не знала, что мы, да, не виноваты, а не ничем не набрали, а все цифры одинаковые. мы перенесли в другую часть минус 5600 теперь надо отбросить фанолик получится 151t сравнимо с числом 57 минус 57 по модулю 10 отлично 151 по модулю 10 то же самое что 1 t это минус 57 по модулю 10 какой остаток минус 57 при делении на 7 3 объясняю почему минус 57 это минус 60 плюс 3 t сравнимо с тремя t сравнимо с тремя по модулю 10 в чем ваша работа теперь стоит надо в нашем примере стереть написать его вместо 3 3 там написать 3 здесь статические числа и есть прямое произведение двухгодическое и пятиотическое да ну а там что принципиально есть делители нуля да конечно вот эту цифру освобождайте итак последняя цифра потом я скажу несколько слов и на этом остановимся ну давайте итак итак 376 итак что же это число такое да 1000x плюс 376 все это в квадрате это те же самые 1000x плюс 376 по модулю 10 в четвертую это очень важно каждый раз степень десятки мы составим да да все смещается вот заметим что если вы хотите себе облегчить жизнь что когда мы умножаем х на десять третий на три х на семьдесят на два то очевидно что это число будет делиться на десять четвертой то есть мы можем умножать не будет а вот не будет 376 на пять недель а ну да даже 375 даже 375 вы правы 376 можно на самом деле заменить на единицу в этом месте потому что 5 умножить на 2 вы правы то есть действительно так и пишите 2х умножить на 10 в кубе плюс 376 в квадрате здесь не похитришь это х умножить на 10 в кубе но с другой стороны Ульяна вот этим своим замечанием объяснила очень важную вещь почему там получится не какое-то страшное сравнение а то которое имеет решение потому что когда из 2х вычтишь х то получишь конечно х и потом на 10 в 3 сократишь и получится как раз то что нужно пишем пишем 376 минус 376 да 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 вот по модулю 34 делить получается минус 141 нет беспомой и калькуляция лучше вынести 376 и у вас там опять получат удаляющиеся конечно механизм такой да 376 умножить на 375 ну отлично пишите 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 ребята я сейчас не буду в общем виде это все объяснять мне кажется что на 10 в 3 можно откинуть то есть и 10 в 3 тоже то есть х это минус 141 по моду то есть минус 1 то есть на самом 9 9 давайте торжественно вместо х везде напишите 9 если вы в общем виде напишите станет очевидно что каждый шаг можно сделать и таким образом получится ну уже называется все хорошо все спасибо спасибо все таки почему же никогда рассматривают 10 отечественных числов казалось бы так интересно остатки отделения на 10 тогда вы дальше решили то есть нет в такой задаче конечно надо рассматривать 10 отечественных числов а вообще для настоящей математики отечественных ответ крайне простой если вас интересует остатки отделения на 10 на самом деле кто если вас интересует остаток отделения на 10 это то же самое что знать остатки отделения на 2 и остатки отделения на 1 если вас интересует остатки отделения на 100 то на самом деле достаточно знать остатки отделения на 4 или на 25 есть такая китайская теорема об остатках если вы хотите знать остатки отделения скажем на какое-то число, которое является произведением двух взаимно простых чисел, то на самом деле необходимо и достаточно найти остатки для каждого из этих чисел. Это одна причина. То есть в некотором смысле бессмысленно смотреть остатки отделения на 10 в 20 степени, потому что можно отдельно посмотреть на 2 в 20 и на 5 в 20. Другая причина такая. Когда вы имеете дело с 2 одническими числами, из них легко, как я сегодня объяснил, получается более 2 однических чисел. Помните, там 9, да? Из 5 однических чисел тоже получается легко более. А когда вы будете смотреть 10 однических чисел, возникнет страшная большая проблема. Объясняю, какая. Можно представить себе число, которое делится на большую-большую степень числа 5. Для этого достаточно возводить число 5 в степень. Ну вот давайте поиграем. 5. 5 квадратно сколько? По нам 3 тысячи 125. Отлично. 5 шишло. 15. 15 тысяч 125. 15 тысяч что? 15 тысяч 625. 1225. Дальше. 78 тысяч 125. 78 тысяч 125. 390. То я в какой-то момент смогу придумать такое число, что записываемое его последними n цифрами число делится на 5 в степень n. Точно так же я могу придумать такое число, рассматривая степень двойки, что у него записываемое последними n цифрами будет делиться на 2 в степень n. А после этого я их возьму и перемножу. Делиться на 10 в степень n. Это значит, что чуть ноль. Господа, если я рассмотрю 10 отличных числа, они не будут поля. Там бывает, что произведение двух ненулей является нулем. Поэтому для любого простого числа b есть поле беодических чисел. А вот 10 беодических чисел это не поле. Поэтому для решения каких-то вот таких курьерных задач это можно применять. А для более серьезных вещей, в которых очень важно, чтобы вот этот вот эффект а умножить на b равно нулю, значит или а или б ноль. Это очень часто используется в алгеге. Так вот, если мы этого хотим, то нужно, чтобы поле беодических чисел b росла.